Перед НАТО стали самые серьёзные задачи за десятилетия. В экстренном режиме круглосуточно работает штаб-квартиры в Брюсселе. Министры обороны союзных стран обсудили в ней предоставление Украине оружия и другой поддержки, а также долгосрочные планы по размещению сил НАТО в Восточной Европе. Генсек-Альянса отверг идею создания бесполётной зоны. «Мы ответственны за то, чтобы этот конфликт, эта война не вышла за пределы Украины», сказал Йенс Столтенберг. «Мы видим смерть и разрушение, видим человеческие страдания на Украине. Но это может стать ещё хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полномасштабную войну между НАТО и Россией». Для министра обороны Украины, который подключился к коллегам удалённо, этого недостаточно. Алексей Резников заявил, что его стране нужно меньше бюрократии и больше военной помощи, включая противовоздушную и противоракетную оборону. Специалист по вопросам безопасности из германского фонда Маршалла называет НАТО чисто оборонительным союзом и предостерегает его от поспешного расширения. «Я думаю, что мы движемся к эре постоянной нестабильности», — сказал Бруно Лето. «В ближайшие годы НАТО и Россия войдут в противостояние. Есть опасность драматических изменений географии Восточной Европы. Уже идёт война на Украине. Существует риск того, что Россия нападёт на другие страны, такие как Молдавия. Беларусь больше не является нейтральной страной. Она де-факто используется для военных операций, что будет иметь большие последствия. Так что да, идёт конфликт. В этих условиях в НАТО необходим консенсус о том, что нужно оставаться в пределах своих границ и минимизировать риск ещё большего количества конфликтов». Министры поручили военному командованию НАТО пересмотреть оборонную стратегию в связи с новой реальностью. На следующей неделе брюссельскую штаб-квартиру посетит президент США Джо Байден.